Африн, Сирия, 2 июнь, РИА Новости, Алена Полощенко Около 140 тысяч жителей сирийского Африна вернулись в свои дома после того, как была закончена операция «Оливковая ветвь», заявил РИА Новости координатор турецкой гуманитарной миссии в Африне. Сейчас в Африне проживает порядка 200 тысяч человек, из них 140 тысяч – это те, кто вернулся после окончания операции наших ВС. Большинство возвращается в собственные дома. А те, чьи дома пока не восстановлены, пока живут в палаточных лагерях, сказал собеседник агентства. Он отметил, что в городе работает одна центральная больница, несколько частных клиник, есть передвижной мобильный госпиталь, а также строится больница в пригороде Африна, Джиндириси. Местное население живет за счет сельского хозяйства, сбора и переработки оливок, в этом регионе примерно 25 миллионов оливковых деревьев, и сейчас у нас главная задача – успеть восстановить разрушенные фабрики по производству оливкового масла до октября, когда наступит сбор урожая. Постепенно восстанавливается производство, заново строятся небольшие фабрики, добавил турецкий представитель. Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции оливковая ветвь против формирования курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики сирийской свободной армии. Президент Турции Таип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии ИСА. Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Полиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне отвлекает от борьбы с ИИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ, террористическая организация, запрещенная в России развитие ситуации, в спецпроекте РИА Новости война в Сирии. Продолжение следует...